Царь Небесный, Утешитель Дух Истины, Ты Везде Есть, Весь Мир Наполняешь, Сокровищница Благ и Жизни Податель Принесились В Нас, И Очисти Нас От Всякой Скверны, И Спаси Благой Души Наши. Господь и Бог Наш, просим Тебя благословить наши занятия, и не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами и в этот вечер. Сохрани нас также, просим Тебя, в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему. Тебе же Слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к Римлянам, Святого Апостола Павла. Восьмая глава, тринадцатый стих. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Толкование. Смертью называют здесь не одну бессмертную казнь в гиене, но именуют смертью и жизнь, проводимую на земле в злых делах. Напротив, если духовной жизнью умертвим худые дела плоти, то будем жить. И тогда жизнью нескончаемой, и теперь жизнью добродетельной. Ибо кто мертв для мира, тот живет. Вопросы. А пример не можете привести из жизни? Как это? Пример из жизни, право умрешивания дела плоти? Ну, Златоуст советует. Если пил алкоголь, теперь воздерживайся даже и от воды. Если воровал, больше трудись, дабы было из чего уделять нуждающимся. Если блудил, воздерживайся теперь даже и от жены. Напротив. Такие вот. Еще или достаточно? То есть, не просто дела плотские, умершлять их, перестать делать, а напротив них делать дела добрые. Воровал, брал чужое, а теперь отдай свое. Еще вопросы. Послание о Кремленном, 8 глава, 14 стих. Ибо все, вводимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Толкование. Высшее дал такое обещание. Будете живы, если умерщвляете порочные дела. Теперь предлагает важнейший венец и большую мзду. Именно усыновление Богом. Не сказал все, которые живут Духом, но все, которые вводятся Духом. То есть, управляются как возницей. Делая Духа, с большой буквы, Господином над Душой и плотью. Хотя ты и принял крещение, и стал через крещение Сыном Божиим. Но если не будешь вводиться Духом, то утратишь дар. Ибо хотя все мы получили Духа в бане воздержания, но вводиться им во всю жизнь требуется от нас, как наше дело. Поэтому не сказал, которые получили Духа, те суть Сыны Божии. Но говорит, которые Духом Божиим вводимы. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Микрофоны проверьте, пожалуйста. Слава всех. Как показала статистика и тщательные исследования, из трехсот крещенных моченых в храм ходит только один. И то от случая к случаю. Что же понаделали лживые пастыри, совершенно не научив тех, кого допустили до крещения, и даже внешне совершив его абсолютно неправильно. За такое их крещение, мочение, они все достойны извержения и сада. Цитата. Если кто, епископ или пресс-святер, совершит не три погружения единого тайнодействия, но одно погружение, даваемое в смерть Господню, да будет извержен. Ибо не говорил Господь, смерть мою крестите, но, идя, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Пятидесятое апостольское правило. Хотя ты и принял крещение, и стал через крещение Сыном Божиим, но, если не будешь водиться Духом, то утратишь дар. Вопросы? А что, если ты ненавидишь человека, но ты не можешь его забыть? Не расслышал вопрос. Что, если ты ненавидишь... Ой, если тебя человек ненавидит, но ты его не можешь забыть? А он тебя ненавидит, а ты его забыть не можешь. А что это за человек? Молодой человек или как он? И почему он вдруг ненавидит? Кого ненавидит? Тебя ненавидит? За что ненавидит? Ну, как бы, просто у меня есть подруга, одноклассница. Вот, она меня бьет там. А я не могу ее забыть. Ну, то есть, я хочу с ней предложить общение, а она, что она не хочет. Ну, у нее свободная воля, общаться с тобой или не общаться, то ее выбор, а зачем, если она не хочет, зачем навязываться. Это смысл какой-то? Она просто так бьет. Тем более, она бьет, а зачем общаться с человеком, который бьет? Ну, ладно. Спасибо. Ну, пожалуйста. То, что там вы ее забыть не можете, что она вам дорога, как подруга, она как-то понятна. Поговорите с нею, почему она вас бьет, вот это мне непонятно. Брат, можно добавить? Да, конечно. Дело в том, что в Святой Библии, послание к римлянам, 12 глава, 19 стих написано. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо мне от общения, я вас дам, говорит Господь. То есть вы просто, если вы верующий человек, вы за нее молитесь, за эту девушку, чтобы Господь ее обратил, то есть наставил, чтобы душа ее вот этой своей злоби, которую она проявляет в отношении вам, не погибла ее для вечности. Потому что человек к смерти, он может в любую минуту умереть, а если она в такой злобе умрет, она сразу пойдет прямиком на вечное мучение в ад. Главное, не сожалейте, молитесь за нее. То есть никакой не должно быть, как вот Господь говорит, всякий ненавидящий брата свой есть человека-убийца. То есть мы должны за них молиться, а там уж Господь их усмотрит. Все, отошел. То есть вот это желание, что вы не можете ее забыть, оно должно выражаться в молитве за нее, чтобы Господь умельчил ее сердце. И тогда вы, проявление любви у вас останется к ней. Ну и общаться с ней пока не нужно. Объясните ей, я скажу, я тебя люблю, мне нравится с тобой общаться, но я не могу общаться с человекоубийцей. Она бьется, она тебя бьет, она руки на тебя понимает. И зачем? С чего ради-то? Вы же не мазохистка какая-то, чтобы вам это нравилось. Если вам это нравится, то нужно обратиться к психиатру, чтобы полечил вас, как так. Она вас бьет, а вы к ней лезете. Отойдите от нее, устыдите ее. Почему она вас бьет? За что бьет? Просто так, что ли? Понятно. Идем дальше. Вы такие вопросы нужно задавать в конце занятий. Сейчас вопросы нужно задавать по прочитанному. Хорошо? У нас потом будет полчаса, а потом у нас такой регламент. Ну а то, что Володя сказал правильно, что не мстите за себя, возлюбленные, молитесь за нее. Там я не вижу, чтобы там девушка как-то хотела отомстить. Наоборот, она хочет с ней дружить. Ну вот, рецепт вам Володя дал, молитесь. Римлянам 8, глава 15 стих. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Толкование. Апостол сказал, что вводимые духом Божиим суть сыны Божии. Но так как усыновление Божие усвояли себе и иудеи, я воспитал и возвысил сыновей. Исайя 1, 2. И еще. Израиль есть сын мой, первенец мой. Исход 4, 22. То показывает, какая находится разность между нашим сыновством и сыновством иудеев. Иудеи, говорит, приняли духа рабства. Так называет письмо закона. Ибо хотя оно дано было духом, но более прилично рабам. Отсюда-то и наказания телесные вслед за делами, и побиение камнями, и соржение, и угрозы. Меч, говорит, пожрет вас. Отсюда же опять и награды земные, и обетование благ земных, и множество маловажных, и приличных рабам заповедей. Поэтому, хотя иудеи и назывались сынами, но были рабами. А мы называемся сынами, как благородные и свободные. У нас и награды небесные, и царство небесное, и наказание у нас состоит не в побиении камнями и прочим, чему подвергали иудеев священники. У нас достаточно только отлучить виновного от таинственной трапезы, как и сына. И заповеди у нас божественные и приличные благородным. Например, не смотри на женщину нечистым оком, не божись, оставь свое имение. А исполняются они не из боязни наказания, но по внутреннему расположению, что и доказывает тем, что у нас многие преуспевают сверх предписанного во многих заповедях. Притом, у иудеев не было духа, а у нас обильная благодать его. Употребил слово еврейское, ибо так, собственно, называют отца подлинные сыновья его. Как так, спросишь, разве не называли Бога отцом и иудеи? Говорится, заступника родившего тебя ты забыл. Второзаконие 32.18 в другом месте. Не один ли Бог сотворил нас? Малахия 2.10. Еще. Не один ли у всех нас отец? Малахия 2.10. Но хотя сказано об иудеях, однако не нашлось ни одного иудея, который назвал бы Бога отцом в молитве, как теперь все мы называем его по крещению. Притом, если иудеи называли, когда Бога отцом, то от своего ума, а верующие именуют его так, будучи движимы силой духа, как о духе пророчества узнаем из того, что получивший его предсказывает будущее, так и дух усыновления узнается из того, что получивший его именует Бога отцом, будучи движим к тому духом. Ибо и это есть один из даров духа, как внушает и сам Павел. Вопросы? Ну давайте вопрос, а для чего апостол Павел Римлянам вот про это и пишет? Вот, что духа рабства и про страх, про духа усыновления, к чему он клонит? Есть желающие ответить? Ну, Слав, давай, пей его, активный. Или Володя, братья, подключайтесь. Для чего апостол Павел говорит об иудеях, ну, толковательном говорит Римлянам? Надо читать, предыдущий стих надо читать. Римлянам 8,14. Ибо все, водимые духом Божиим, суть цены Божия. То есть, если ты будешь опять на страх вот этот, как говорится, иудейский, то опять у тебя получится, что ты теряешь это водительство духом Божиим. А опять же, сходишь к закону, а не под благодать Христову. То есть, цель апостола Павла, этой речью, отвести от закона, а привести к Христу, ко Христу. Потому что многие держали законы и не хотели принимать Христовое учение, Ивангелие. То есть, и вот он показывает преимущество Нового Завета, так скажем, над Ветхим, над этим законом. А в чем преимущество? Вот он толковательный. Ну да, Слав, давай. Там были иудеи, крещённые, которые, возможно, заставляли обрезываться, ну и вообще тянули на Ветхий закон. И вот он их как раз правильно, как правильно сказали, отвращает от этого и показывает преимущество Нового Завета. Всё правильно. Так, давайте дальше прочтём. Шестнадцатый стих. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Толкование. Сам Утешитель свидетельствует о сообщённом нам даровании, ибо мы выговариваем слово Авва не без свидетеля и не сами от себя, но это есть дар Утешителя, и он научил нас говорить так в молитвах Духом, то есть дарование. Ну вот смотрите, тут такое образуется как бы противоречие выше. Мы говорили, что, и толкователь делал на это акцент, что не получили мы Духа, а вводимся Духом, написано. Вводимые Духом суть Сыны Божии. То есть вводимые Духом надо понимать так, что мы сами позволили себя вводить Духом. Про возница он говорит, что мы возница и позволяем Духу Святому нами управлять. И от нас тоже это зависит, расположение. Готовы мы или не готовы быть управляемым Духом Святым. Наша воля. А здесь, когда мы говорим о молитве, то здесь толкователь нам говорит, что слово Авва не без свидетеля и не сами от себя. но это есть дар Утешителя, и он нас научил говорить так в молитвах Духом, то есть дарование. Как будто мы, ну, вот в чем тут заковыка, так скажем. Почему там вот вышел, давайте я подниму, вот это, если кто забыл. Ну, получается, цены будут те, кто поступает по Духу. То есть именно человек в крещении получает Духа и должен себя подчинить Ему. То есть все свои, все свое «я», все свое должно было остаться, все умереть должно было. И ты подчиняешь и Духу, и Он тебя водит. То есть ты, собственно, свою волю подчиняешь правильно Духу. И, соответственно, тогда у тебя истинное сыновство. И тогда тебя Он научает, что ты к Богу как к Отцу уже обращаешься. Не потому, что там написано так, а потому, что ты действительно Его ощущаешь своим Отцом, потому что Он тебя водит постоянно. Он как отец своего сына. Брат, можно вставить? Да. В Евангелии, когда апостол Петр исповедал Иисуса Христа Господа Богом, когда он его назвал «Ты Христос, Свет Бога Живого», он говорит, что «Ты ведь сказал, что тебе Отец мой Небесный открыл». То есть речь идет именно уже «Утешители, Духи Святом». То есть мы даже говорим «Ау, воочи, Отец Отцов, Господь Бог». Именно Духом Святым. То есть сам по себе ты этого не скажешь. И вот как в другое место Писания есть, что никто... Как там... Который приводим мы, что у сектантов есть благодать. То есть когда они признают Иисус Христа за Бога, то есть за Спасителя. Что никто, не говорящий Духом Святым, не скажет, что Господь есть Бог. То есть Иисус Христос. Сейчас я точно не помню это место Писания. То есть все Духом Святым. Как только Духом Святым. Никто не может назвать Господа. Иисуса Господом, как только Духом Святым. Как только Духом Святым. То есть это дар Божий. Об этом толковать это и говорить, что это дар Божий. Ты не сам от себя это говоришь. Это где даже молитва от этого дается. Бывает, что человек даже пару слов не может связать. То есть ему Духом Святым это не дается. А бывает человек, у него просто как течение, такой ручеек бежит, протекает из уст его. Так, то есть мы должны усвоить, что когда мы молимся Богу, называемого Отцом, то это дар Божий, а впереди, да и аминь, впереди, вот я нашел это место, вот смотрите, что ибо хотя все мы получили духом в бане воздержания, но водиться им во всю жизнь требуется от нас, как наше дело. Поэтому не сказал, которые получили духа, те существенные Божии, но говорит, которые духом Божиим вводимы. Еще раз повторяю вопрос, то есть мы должны дар-то дар, но этот дар мы можем и потерять, поэтому и от нас усилие требуется удержать его, как вот написано, что хранит себя от греха. То есть не грешит рожденный свыше, рожденный от Бога. То есть рожден. 1 Иоанна 5,18. Рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукава к нему не прикасается. И 3,9 1 Иоанна тоже. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что 7 его пребывает к нему. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Вот, ну а когда здесь вот сей самый дух свидетельствует духу нашему, то есть у нас еще наш есть дух, что мы дети Божии. И вот видите, он говорит, что не сами от себя, а впереди, что и наше нужно усилие. Я вот на что как бы пытаюсь. Как же вот. Или Ау Волочи, то есть мы не можем вот сами от себя называть Бога Отцом, как только Духом Святым. Брат, можно тебе еще пояснить? У апостола Павла написано, что 1 Коринфянам 12 главе, если я не ошибаюсь, там написано, что духи пророческие повинуются пророкам. То есть ты можешь или говорить Слово Божие, или можешь себе это, что говорится, не говорить. Это все от твоей свободной воли зависит. То есть Дух Святой тебя побуждает, ты можешь открыть уста, как Господь говорит, открыл уста твои, я наполню их. Или можешь, говорится, прекратить этому. То есть от тебя это зависит. Ну вот ты за это будешь, конечно, в ответе, если ты не сказал. Когда требовалось Слово Божие сказать, а ты промолчал. То есть наша воля с волей Духа Святого должны быть соединены вместе. То есть одна воля. И мы молимся, да будет воля твоя. То есть в нашей воле быть Вадимовым Духом Святым и в нашей воле называть, а воочи молиться, но без воли Духа Святого мы сами по себе не можем его Отцом называть. Так я понимаю, да? Пока Бог не откроет, сами никто не может произносить, как мы читали, недавно заучивали. Как только... И Бога Отцом не может называть, а воочи в истине. Хотя сектанты, они не крещённые, по идее-то они Духа Святого не получили, потому что Дух-то Святой в крещении передаётся через возложение рук апостольских. А у них этого нет, но однако они молятся, а воочи как такое может быть? У меня однажды был такой случай. Я на похоронах родственницы баптистки встретилась с пасторем, с проповедником. Он хорошую говорил проповедь, но на немецком языке. Я подошла к нему и спросила, говорю, у вас есть на русском языке? Вот. А он посмотрел на меня, говорит, а вы дитя Божие? Я замешалась, я не знала, что сказать. Ну, помедлев сказала, да, я дитя Божие. Так вот, как они определяют, дети они или не дети Божие? Вот мне непонятно. Ну, ты начни с себя, как ты определила. То есть у тебя замешательство такое было? То есть, ну... У меня было такое, на меня как-то давно ещё... В то время я очень мало слышала вот об этом, об дитя Божие, об отче. Я об этом очень мало знала. Хотя это было очень трудно для меня вопросу и до сих пор. Ну, я тоже, у меня подобный был случай. Тоже я был неглубоко верующий, но кто-то меня спросил, а ты кто? Я ответил, я Сын Божий. То есть у меня было такое дерзновение ещё. Я не стыдился называться Сыном Божиим, хотя и жив во грехах, но мне хотелось. Как-то Дух Святой меня побуждал. Я, по-моему, даже ещё и не крещённый тогда был в полное погружение. Раб Божий или Сын Божий? Сын. Сын. Рабы, хотя мы и сыновья Божии, христиане, но мы в то же время и рабы, потому что мы работаем для Бога. Мы для Господа трудимся. В этом отношении мы рабы. А дети это по благодати. Мы наследники Царства Небесного. В этом плане мы дети. Но разве ребёнок не может для отца выполнить какую-то работу, если тот его попросит? Да с радостью, с любовью, с удовольствием, с превеликим причём. Но при этом сын будет рабом, работником, выполняющим какую-то работу. Да, брат. Вот Кремлинам 8.14. Толкование. Открой ещё раз. Хотя ты и принял крещение, и стал через крещение с сыном Божиим, но если не будешь водиться духом, то утрачишь дар. То есть с сыном Божиим. Тут прямо так и написано. То есть у нас Господь именно в крещении восстановляет. А крещение правильно происходит, это только в церкви. Потому что у нас рука на пастырство. Здесь можно прямо сказать, да, я сын Божий, чадо Божие. Да. Если мы молимся, отче наш, отче это отец, он нам отец, то мы кто? Дети или рабы? Если мы молимся, господин наш, то мы молимся как рабы, мы называем Господь. Но мы одновременно и отец его называем. Отец наш, сущий на небеса. По-русски если. Но что касается сектантов, вот сестра упомянула, у меня тоже был разговор с одной сектанткой. Она говорит, вы рабы Божие. Я говорю, да. Ну и всегда же раб Божий, раб Божий. Да апостолы называют себя и рабами, и отцами, и детьми, и сынами. И это другому не противоречит. Она на этом сделала акцент, унизив нас, православных, возвысив себя. Они все очень высокомерные сектанты, горделивые. Мы-то дети Божие, а вы какие-то жалкие рабы. Вы давайте поднимайтесь, типа, до нашего уровня-то. А я так сейчас уже с высоты времени. Может быть, вам, сектанта, нужно опуститься чуть пониже, быть поскромнее. И не стыдиться этого звания раба Божий. Не в плане, что я иудей из-за страха это делаю. А то, что я выполняю работу для Бога, по любви к Нему. Мы сейчас трудимся в интернете, благовествуем. Это тоже труд. Труд для Господа, но мы делаем его с любовью. Кто мы, дети или рабы? И рабы, и дети, потому что мы это с любовью делаем бескорыстно. А рабы, это тот, который зарплату получает. А зарплата наша на небесах, мы надеемся на эту великую награду. Но при этом и земные блага какие-то получаем, и иудеи получали земные блага. И Господь нас наделяет земными благами и говорит, ищите прежде Царствие Небесное. И все это приложится вам земное. И квартира, и машина, и все, что необходимо. И пища, и одежда. И Он сравнивает нас с птицами небесными, и с травою полевую. Если Господь так одевает, то не кольми пачи у вас, маловеры. Можно про раба сказать? Можно. Мне понравилась одна фраза, что раб имеет Господина. Если мы выбираем Господина Бога, то у нас не может быть другого хозяина, Господина. То есть мы не можем никому другому подчиняться. В этом плане мы рабы. И мы можем сказать, что больше у нас нет других хозяев, кроме Бога. Ну да и аминь, так должно быть. Но на деле сам Господь говорит, не можете служить двум господам. Ибо одного будете любить, а другому не родить. Одному будете усердствовать, а другого ненавидеть. Мамона это тоже своего рода господин, и люди раболитствуют деньгами, и не могут ничего с собой поделать. Хотя и говорят, называют православными, крестятся о служении этому пидолу, если можно его так назвать. Но как заповедь Господь, я один Господь, мне одному служите. Не создай себе кумира. Кумир это тоже господин какой-то, которому человек подчиняется, раболепствует ему. Это может быть человек, это может быть работа, это могут быть дети, все что угодно. Даже изваяния какие-то делают, и жертвы ему приносят. Вместо Бога идол изображения написано, не делай никакого изображения. Вместо Бога. Это не об иконах речь. Иконы это священные изображения, которые приводят к Богу, напоминают о Боге. А идолы это другое. Вот так вот мы все. Слав, давай что-то хотел еще добавить. Надо понимать, что в разных местах Господь по-разному нас называет, и мы по-разному. Это всегда в разных отношениях. Правильно, как я сказал, то, что мы дети Божьи, если мы приняли в крещение усыновление от Него. Но мы рабы, так как мы исполняем его волю. Но мы в то же время и братья Ему, допустим, Господу Иисусу Христу. Как братья, как Он говорит, исполняйте волю Отца Моего. То есть Он исполнил волю Отца, и мы исполняем волю Отца. В этом мы с Ним, братья, становимся. И Он даже говорит, и мать даже мы можем быть, если исполняем волю Отца. То есть я это не... в каком смысле непонятно для меня лично. Еще надо раскрыть. И Он говорит, друзьями, вы мне друг. То есть мы, если делаем одно и то же дело, то, что Христос нам заповедовал, то мы в этом и являемся Ему Друзьями. То есть Слово Божие широкое, и в разных отношениях мы можем иметь разные названия. Да, рабом, сыном, другом, понятно. Но матерью для Бога, для меня тоже это резонуло, конечно. Надо потом будет... Не знаю, в толковании есть этот момент, растолкованный или нет. Но когда же мать к Нему пришла, и Он просто говорит, вот, Матерь Моя, то есть истинная, которая слушает Слово Божие. Вот это вот истинное родство духовное. Здесь просто о духовном родстве говорится, а не... Которое выше, чем телесное. И потом дальше говорит, кто оставит жену, детей, мать ради меня и Евангелие, тот правильно поступает. Если правый глаз соблазняет тебя, вырви его. Правый глаз, ну как ты его вырвешь? Понятно, что тут о очень-очень близких людях говорится, которые тебе дороги, с которыми ты дружил, может быть, когда-то, которые родственники твоей близки, которых ты успел полюбить до того, как ты Христа принял. А они не приняли, поэтому ты должен с ними порвать, как бы тебе тяжело не было расставаться с ними. Потому что, кто любит отца или детей более, нежели меня, не достоин меня. Ну, имеется в виду родственники неверующие, которые отвращают тебя от веры. И говорят, выбирай, либо твой Бог, либо я. Выбираю Бога, выбираю. Жена может так сказать, муж может так сказать, роднее, которого по плоти нет. Жена и муж, они роднее, чем мать и отец, или брат или сестра. Это самое первое родство. Почему? Потому что Господь говорит, и будете одна плоть, то есть одна кровиночка, одна семья, одна нераздельная. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И это твоя частичка, вторая половинка может вот так вот восстать. И враги ваши, домашние ваши. И приходится расставаться с неверующими женами и мужьями. И апостол Павел говорит, если неверующая сторона желает развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. Как бы ты его ни любил, ни любила, но приходится быть рабом Божьим в истинном смысле. И доказывать свою любовь, привязанность, не служить другу господа. А того Господь, дьявол, похоти, мирские, вот о чем мы говорим. Нужно умертвить эти плоскую эту жизнь греховную. И на деле доказать, что все, я мертв для греха, нам не по пути. Ты своим путем иди в ад, а я в рай за Господа. Девчонки-то ушли. Я вот в Крестово-Звежевское общение взяла молитву, в которой они часто молятся. И вот там слова тоже такие. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов в Апия, Ава, Отче. Да, есть такая молитва у нас. Да. Мы каждый раз и... Да. Здесь как раз и иных богов, то есть Лена здесь говорит, что Господь в плане того, что у нас один должен быть Господь. И Отец должен быть один. Вот. А помните, говорит, ваш Отец дьявол. Дьявола тоже отцом называют. Ибо вы хотите исполнять похоти отца вашего дьявола. Видишь? Нет, нет. Вот так вот. Но им это сложно. Поэтому раб греха и сын греха. Сын погибели. Сыном назван Антихрист. Сыном дьявола. Вот и все. То есть у них духовное родство такое, понимаете. Есть плотское родство, которое от семени мужа, от услаждения с женой. А есть духовное, от слова Божия, человек рождается. Вот. И надобно вам родиться свыше. То есть родиться от Бога, быть Вадимом Духом Святым. Это все слова, синонимы. Так, на каком стихе мы остановились-то? В 16-м вроде, да? Так, ну вот, давайте про наследников. 17-й стих. А если дети, то есть мы христиане, дети Божии, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Толкование. Так как не все дети наследники, то доказывает, что мы и дети, и наследники. А как не всякий наследник наследует лучшее достояние, то доказывает, что мы наследовали лучшее достояние, ибо мы наследники Божии. Опять, поскольку можно быть и наследником, но вовсе не сонаследником единородного, то говорит, что нам и это принадлежит, ибо мы сонаследники Христу. Сказав, что мы будем сонаследниками Христу, доказывает, что мы достигнем этого не без причины. Ибо кто почтил такими благами и не оказавших еще никаких заслуг, тот не тем ли пачем вознаградит их, видя их многотруждающимися. А это делает он для того, чтобы получающие дар не стыдились, будто они получают его без труда. Размысли, однако, о том, что здесь внушает, как нужно удостоившемуся таких даров подвергать себя страданиям и бедствиям. Вот как раз я читаю и представляю этот разговор с этой сектанткой. То есть ей не стыдно называться сыном Божьим, ну там, дочерью Божией, а меня укоряют, что вы какие-то жалкие рабы. Но, может быть, она имела в виду тогда, что из-за страха мы это делаем, соблюдаем заповеди, а мы по любви. То есть здесь она, конечно, права, если не трудно не согласиться. Но есть сектанты, которые считают, что достаточно одной веры. Все мы уверовали, мы спасены, и ничего не делают больше. Разве им не стыдно, что они получили дар и никак Бога за этот дар не отблагодарили? То есть они просто неблагодарные твари, если по-русски сказать. А здесь нам толкователь, смотрите, как хорошо толкует. «Ибо кто, то есть Бог, почтил такими благами, не оказавших еще никаких заслуг, то не тем ли паче вознаградит их, видя их многотруждающимися». То есть если мы трудимся, неужели Он нам... Если просто Он дал дар, когда Он полюбил нас, когда мы были еще грешниками, когда еще для Бога не трудились ни грамма. А когда мы трудимся, кто мы? Мы рабы, мы рабы его, соработники. У нас раб как-то... Это такое унизительно, такое принято, что мы же воспитывались тут. Коммунисты нам все мозги пробовали в кавычках. Мы не рабы, рабы не мы. Все равны. Грабь награбленная потом пошла. К чему это привело реки крови? Не должно так. Всегда иерархия. Всегда были господа, всегда были рабы. Всегда было, есть и будет. И апостол Павел говорит, кто в каком звании призван, тот в том и оставайся. Если ты на работе, под начальник у тебя есть, то довольствуйся. Зато ты свободен от греха. То есть ты начальнику раб, тебе приходится ходить на работу по 12 часов вкалывать или по 8 раньше было. Не переживай ты этого, так и оставайся, не лезь в начальники. Ты зато начальник над грехом, это высшее звание тебе. Начальник над страстями, над похотями. Это гораздо выше звание. Пусть ты там на работе упахиваешься. Но зато твой начальник, если он не верующий, он зато раб греха. Он всю полочку эту просаживает в казино или в кабаках. Ну и смысл на эту грязь, на всю эту тратить заработанные потом и кровью деньги. Вопросы? Я вспоминаю тоже вот про самонаследника. Говорят, у меня брат двоюродный. Ну, ты вот Богу трудишься, ты корыстолюбивый. Ты вот знаешь, что у тебя награда на небесах будет. Поэтому, а я вот просто так добрые дела делаю. Лукавишь, брат. Тебе нравятся, что тебя люди за твои добрые дела прославляют. Ты только про это не говоришь. И завидуешь мне. Нам должно быть стыдно от того, что мы получили от Бога такие дары. И не можем никак или не хотим Богу быть благодарными. Делая для него какой-то труд. А какой труд? Господь говорит, больного посетили, меня посетили. Ногово надели, меня надели. В темнице кого-то посетили, в тюрьме меня посетили. Вот и трудись для Бога. Вспомни, когда ты кого в последний раз накормил, обуладел, просетил, научил, может быть. Потому что и назидание это тоже труд богоугодный. Духовные дары. Потому что не хлебом единым сыт человек, но и всяким словом из уст Божьих. Кому ты из близких или из родственников в последний раз говорил о Боге? Кого ты в последний раз обречал? Тоже богоугодное дело. Обречать с целью исправить, чтобы человек не попал в ад. Две подруги, как подруги, одна другую лупит. Ничего себе, дружба у вас какая-то ненормальная. Не могу ее забыть. Вообще. Вот молодежь, молодежь. Римлянам 8.18 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Толкование. Сказав о страданиях, апостол, чтобы слушатель его не поколебался, как выведенный на страдания и влекомый на бедствие, говорит, не бойся. Нынешние временные страдания, то есть приходящие, ничего не стоит в сравнении с будущей славой. Не сказал с будущим покоем, но славой, которая для многих вожделенна. Где покой, там не всегда слава, а где слава, там и покой. Словом, откроется, показал, что слава и теперь есть, но скрыта, а тогда она откроется. Так как она величайшая и неизреченно превосходит настоящий век, то и уготована тем, как простирающаяся в нескончаемые веки. Поэтому, слушатель, имея в виду, что страдания временные, а слава будущего века нескончаемая, принимай страдания и приобретай славу. Ну, вот вопросы. Ну, вот здесь это условие, то есть, если только с ним страдаем, со Христом, то есть условие поставлено. То есть, дети, дети, но если не страдаем, со Христом, то наследство мы не получим, Царство Небесное, Жизнь Вечная. А какие местописания это подтверждают, кто может вспомнить? Ну, давайте. Об обязательности страданий. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ну, и где здесь про страдания? Так скажи, страдающий плотью перестает грешить. Игнатий Иванович сказал местоописание, страдающий плотью перестает грешить. Страдающий плотью перестает грешить. А я вспомнил, да, можно сказать еще? Да. Теяние 14.23. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Да, аминь. Нагорная проба. Бегущий получает награду. Так бегите, чтобы получить, то есть тоже трудитесь. А в годы гонений какие были страдания у всех верующих. В годы гонений. То есть многие бегут на аристалище. Бежать трудно, да, и человек бегущий и тренирующийся испытывает определенные страдания. Но об этих или... Ну, то есть нужно стараться, да, усилия принимать, чтобы получить Царство Небесное. Многие усилия берутся, но здесь я... Ну, да, еще кто, говорите. Я хочу сказать... Нашла стих, вот, 1 Петра 5.1. Считай. Пастори ваших умоляю, я, сопастор и свидетель страданий Христовых, и соучастник славы, славе, которая должна открыться. А еще 1 Петра 4.13. Подожди, нет, не кричи, подожди. Ну, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и я в явлении славы Его, возрадуйтесь и восторжествуйте. Слава Христу. Там говорится о страданиях Христовых, ты сейчас говоришь. А я спрашиваю... Ну, как вы участвуете в Христовых страданиях? Ну, и как ты участвуешь в Христовых страданиях? Ну, пока я так не страдаю, как страдал Христос. Ну, а что имеется в виду, когда так вот говорят? Ну, мы из истории наших братьев, из преданий, видели, как страдают. Ну, и сейчас в тюрьмах страдают некоторые. Наш Иисус... Ой, Господи, прости меня, Гришна. Наш Игнатий Тихонович страдал тоже в тюрьмах. Мы свидетели считать. Брат мой, в деяниях мы читаем, что когда апостолов побили, они пошли оттуда, говорит, радуясь, что пострадали за имя Христова. Ну, и еще, то есть, места Писания, которые подтверждают, то, я справа задал вопрос, что без страданий нам не спастись. Ну, смотри, я думала, он съела, пропала теперь все. Ой, это кошмар. Вот. Кто идет за мною и не берет креста своего, вот это мне на место, местописание вспомнилось, и не берет креста моего тот. А что значит взять крест свой? А то тут приготовиться страдать, то есть, быть готовыми к страданиям за Христа. Нас будут гнать, надо им смеяться, насмехаться, пальцем у виска крутить. Родные, близкие будут нас предавать, переставать общаться, потому что, что общего света со тьмой? И вот не нравится наше обличение, а не обличать мы не сможем, потому что грех нам противен. Становится любящий Господа, ненавидьте зло, то есть мы будем эту ненависть, как им кажется, что вот ты меня ненавидишь, раз ты так говоришь. Так я по любви тебе говорю. Да, Игорь Тихонич? Вот у мусульман, у них слово встречается, которое в других местах нигде нет. Со-товарищи. У Бога нет со-товарищей. Они это повторяют многократно. Я могу показать даже десятки раз. Но вот на этом месте, что только прочитали, говорят, мы со-наследники. То есть это больше, чем со-товарищей, показать. Вот это место запомнить, это редкое слово, редкое. Но на множество тех слов, когда скажут, скажут, а у нас написано, что мы со-товарищей ему, потому что со-наследники. Товарищ, он может ничего не иметь, просто разделять беседы. А мы сто наследники. Что у него есть, то у нас будет. Ну вот коснулись этого, кто не берет креста, следует за мной. Надо расшифровать, что такое крест. Это все, что тяготит, что давит, что прижимает к земле. А это, может быть, родственники, близкие люди, которые будут упрекать, вот ты там, кто-то у тебя и все отдал, как филарет милостивый. Он раздал все, а теперь и жена, и дети остались ни с чем. Надо понимать, что это гонение. Болезни, как переносит человек верующий, он совсем по-другому. Он видит что-то, и да, я врачей не отвергаю, но я доверяюсь Богу. Вот у меня нынешний такой случай как раз и был. Конечно, я обидел врача, который помогал анализы проходить, примерно, больше десяти, там, может, пятнадцать кабинетов. В ночь Бог послал исцеление, у меня ничего не болит. А речь шла об очень важном органе глаз. То есть, принято это как от Бога. Вот, Христос, как нес свой крест? Что было? Поругание, оплевание. Вот это все мы, как его со-наследники, должны претерпеть. Должны не искусственно речь, а тогда мы, на себя берем это и делаем, поступаем как Христос, ясное дело, что у нас будет и врагов много. Я просто обращаюсь к своей биографии. Вот мне пришлось заблокировать, ни худа, ни мало, теперь около тринадцати тысяч человек в черный список занести. Поток хулы непрерывно идет по сегодняшний день. И что, ничего, с Богом это легко. Он говорит, гнали меня, это крест, будут гнать и вас. Все, вписываемся вот в эту фразу, мы уже записались. Брать крест и следовать за ним. Не Христов крест, его никто не понесет, кроме его, а наш крест, крест свой, назначенный им. Разные там дают такие разговоры, как один человек сетовал, что у меня такое трудное переживание. Ну, ему образно-то, знаете, как это было, показаны были кресты, ну и выбирай какой. Ну, тяжело крест-то. И он начал выбирать. Подошел, вот этот хорошо пахнет, сищенический, ладаном пропитанный-то. Попробовал, ничего, давит не в том месте. Пошел другой, там, бриллиантовый, даже шевелить не мог. Ну, а это президенту, что досталось. И, наконец, нашел точно... Он говорит, вот этот подходит, они закрытые, под пеленой покрывалом. Он когда взял ее, он говорит, а теперь посмотри, что крест. Оказался тот самый, который он снял с себя. Это сейчас свахи есть, электронные свахи. Там закладывают данные, я такой-то, такое-то образование. Мне нравится вот такая женщина, что была в ней, вот это, вот это. Они разошлись. И, главное, подали заявку, там деньги платить надо, электронная сваха. И электронная сваха выдала для него самая хорошая оставленная жена, а жене этой оставленной самый хороший ее муж. Но они-то друг с другом-то посмотрели, и Господь так направил уже. Даже техника показала, крест не надо менять, ты его должен нести. Это не на день, не два, это может вся жизнь. Один родился слепой, Сергей нес крест парализованный, 17 лет не возраптал, он богославил, оставил пример. Это вот, надо смотреть на это. Вот проходим эти места, со-наследники, хорошо запомните, это редкое слово, ее сразу вы применяете к со-товарищам. Такой ответ. У меня сегодня такие благословенные беседы были с мусульманами, кажется, с евреем. Господь открывает людям немного. Вот сейчас две девчонки пришли, может здесь они, может нет, не знаю, хорошенькие такие, прям сердце к ним прилегло. Ну, тут трудновато им будет пока, ну, а дальше они увидят там, когда у нас занятия идут, я выставляю занятия с детьми, а там у нас и взрослые, как Дарья, как Ливия, им все понравится, видно. Просто о них помолиться надо. Я не знаю, это имена назвали свои точно, одну Ангелина звать, а другое Яна и Анна. Так или не так, но так назвались они. Они мне понравились. Спокойные девчонки. Они там подписаны была Настя Попова. Ну, может быть, Мастя Попова, может старшая кто-то открыла и она на ее, я не знаю. Вот это надо однажды прочитали и быстро переходили к другому стиху Сергей. Долго не надо топтаться, слишком долго на одном месте. Более подробно, может быть, дальше придет мысль какая-то. Они ушли, кажется, я не знаю. Ушли, ушли. А? Ушли они. Ну, вон там ПА написано. Нет, там НП должно быть. А, ну, ладно, ты, Сергей, вперед двигай. А все, сейчас уже прошел час. А, прошел час, ну, давайте вопросы. Вот, санаследники подходят к слову сотоварищей, это мне пришлось сейчас, здесь. Раньше я никогда не знал. Теперь это я выписываю и начинаю работать. Вот то, что пятая сура, сорок седьмой, шестьдесят шестой, шестьдесят восьмой аяты, я сегодня употребил и везде победно. Они сразу попятились. Я проповедую Евангелие, а по Евангелию по моему-то никаких пророков больше не будет. Пассеяние никого-то самое возвышенное, что Бог оставляет. Что-то непонятно, что-то звуки какие-то раздались. Игнать Тихонович, вот я сейчас читаю Коран, тоже иногда захожу и ну не нахожу, что в ней никакой системности, все, разброс, хаос один. То есть одна сказала, прочитала, говорит, это есть Коран, Коран, как со спутами ногами. Его не трогайте никак. Просчитала, знакомилась, нам о нем разговаривать вообще не стоит. Вот я вам показал три аята седьмой, пятой суры. Все на этом. Дальше можете ничего не искать. Остальное по Евангелию говорите. По Евангелию и у нас сказано, что Инжил это Евангелие у нас есть, судить будет Господь, с Антихристом борьба будет и у них тоже это говорится. Ну, на это все. Дальше не надо, не вступайте, не советую. Вот я и спрашиваю, я хочу спросить, наперед, вы-то его два раза почитали и изучали, есть там какая-то системность или ее нет, она вот так и идет вот так и идет, как идет. Дело в том, что несколько вариантов было, они собрали там, как описывают историки где-то, и выбрали то, друг друга, который писали, уничтожали, там записывали, одна жена, одна, второй женился, теперь две можно, он сам, если бы он жил дальше, может быть 44 разрешили бы, но он погиб, заболел и говорят, отравлен был. мы не знаем, нам ничего, это не надо знать, вот так, мы соработники, его видишь, как еще, я никак, никому не советую дальше заходить, не трогай, просчитай, знаком, для себя имей, они не знают, для себя, они не знают, для себя зная, они не знают, на две с половиной тысячи, с кем я беседовал, примерно, ни один не знает, не знают, ну и с кем беседовать, не надо, не надо, там ничего я божественного не вижу, как говорит об этом Кирилл и Мефодий, которые шли, я выставлял материал, ничего там нету, какое возвышенное, здесь у тебя четыре жены, и там каждую ночь будет 99, кажется, Гури, ну, что тут говорит-то, с чем сравнивать-то, потворствование, страстям, от кого это может быть, Бог, говорит, один и тот же, не один и тот же, наш Бог чистоты и святости, их не надо даже говорить, что расхождение, то, что можно было выправить, 5216 я нашел, ясно, что я очень внимательно считал, разбирал, и могло, вкравшихся ошибок, 5216, раз они могли в Библию обратиться, тогда бы все было по-другому, герои библейские, а ничего нету, ни одного стиха, ни от Соломона, ни от Давыда, ни от Авраама, это все на слух бралось, а не то, что там, как говорят, с неба и прочее, что бы он не взял-то, такой человек умный, кто образовал религию, это не глупый человек, упоминает, у нас Соломон, а там Сулейман, у нас Авраам, у них Ибрагим, Давид у них двайт, и ни одного стиха, ни одной молитвы, причина какая, только одна, у него не было в руках книги, не было, Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. и нас назвал люди, люди Писания. Запомните, какое высокое звание нам дали в этой книге. Люди Писания. А Писания, которые верующие христиане, там не было никаких книг, ни Горация, там ни Платона, ни Аристотеля, ни Сократа. Только Библия была, значит, речь шла о Библии. Там, где он был, там встреча была с Араоастристами, еретиками, евреями. Я много считал, отзывов. Они ничего не знают. И не надо говорить, нужно им вкладывать Евангелие. Он умер за нас. Умер. Никто не может простить. Никакие добрые дела к Богу не приближают. Во Христе в Адаме все умирают. 6.23 кремлянам. А во Христе живут. Христа нету. У кого нет сына, нет и отца. Вот и все кончилось. Мы проповедуем инжил, то есть Евангелие. Господь дал им инжил и по нему пусть поступают. Так написано. Мы так и поступаем. Ни шагу вперед, ни назад. Уцепись за Евангелие, и все так написано. Христос беседовал, когда сколько у него было вариантов ответить. Христос отвечает три раза в сатане. Самый сильный противник и самый сильный тот, кто отвечал. Написано. 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 Все. Нужно научиться отвечать Священным Писанием. Я смотрю, ни Смирнов, никто, больше всех употребляет Писание, только Олег Стеняев. И то, иной раз бредет такой степью, шиповником, что терновником бредет буквально. И не стыдятся делать фотографию. Фотография. Олег Стеняев крестит одетого, военного. Он стоит, голову наклонил, он ладошкой и воду щерпает на голову и ему льет. Это система корежит их. Отдельно он бы ответил правильно и сказал, да что же в окопе-то? Да разделься до ведра хотя бы. Хотя бы обливание-то было. Но не должно быть. А там можно оттаскать воды, накачать яму, выкопать. Не каждый день война. Нет. И отвечает правильно. Священник отвечает. Крещение такое таинство, в котором человек трижды погружается в воду и тоже держит ребенка и его ладошкой щерпает на голову. Иначе как безумием нельзя это назвать. Мы сказали и отошли. Все на этом. Пошел Сергей на вопросы. Там что-то Рахиль хотел сказать. Рахиль что-то хотел сказать. Да, вы ошибаетесь, когда называете мусульмане. Вот у меня, например, тоже знакомый говорит, он неправильно говорит Дуайт, а Дауд. Давид у них Дауд. У нас Иисус и тот сколько вариантов имеет. У него так перевели. У нас даже слово Иегова, по сей день не знает. Яхва, Ягва, сколько названий. Одно и то же, это произношение. Но она знает еще хотелось спросить. Кто-нибудь знает, царь, батюшка какой-то появился в интернете? Рахиль, мы будем оспаривать, пусть так называют, но почему у него псалма нету? Да-да, правильно. Это не может быть, чтобы человек называл и знал, а да вы чем прославился? Войнами? Для нас дорог не царь, не воин, и псалмопевец дорог. Да, аминь. И они ни одного, ну хотя бы первый псалом, ну поместил бы в такую книгу-то. Нету ничего, нету. Отсюда, значит, книг не было, а так на слух брал, что-то и писал. Так, если у вас пока ничего нету, я обращусь с тем, кто, я не вижу тут ни Анатолия Меньшикова, то ли нет его, то ли есть. Кто помогает мне, мне выставляйте, сделайте, больше 12 роликов сразу не выставляйте. Я их не могу принять. Система отказывается больше принимать. По 10 подправляйте. По 10. Мне даже так удобнее, запас остается. И сразу маленько переговорили, я говорю, я принял. Это уже прокладка. Сразу 10, чтобы я видел, с теми не соединяться. Одной лентой не посылайте. Мне не разобраться. Ставить и менять картинку это очень сложно. Уже готовая. Только картинку и то лента бегает туда-сюда 17 раз. А я сижу и жду. Примет, не примет. И когда пишите, вот кто-то пишет, у кого там папка грех, вы напишите перед каждой, хотя бы двумя буквами. Что? Я ставлю, я не пойму, из какого. Так, по смыслу начинаю догадываться и по-разному. Из одной папки, а я их в разные становлю, то есть более тщательно, чем раньше было написано. потому что в вопросе написано так. Как монахи истолковывают воцарение антихриста в Иерусалимском храме и как отнесутся к нему мусульмане. Это в четыре папки можно поместить, но я только в одну должен. Там о мусульманах говорится, об евреях, о христианах и о последнем времени. В какую папку? это очень даже непросто. Один поставишь, а какой перед этим был? Пока все это проработаешь, мне следующее брать, я каждый должен или записывать, или все время про себя повторять. Вот это, вот это там было в предыдущем ролике. А потом сдвигать их надо. А потом опять уходить, ставить. Найти рисунок. Это еще третьего где-то платформа. А почему бы вам его и в четыре папки не поместить? У вас четыре плейлиста и в каждом плейлисте пусть он этот вопрос и будет. Один раз я даю и папок нет. Я ответил один раз студентам. Все. Я не про ответ говорю, я говорю про папки. А теперь мы выставляем то же самое. Туда ее напихайте, можно один и тот же вопрос в четыре папки напихать. И он там и там будет плейлисты создавать. Здесь нельзя. Но я не буду объяснять, что. Люди приходят повтор и система его выбросит сразу. Вчера мне кто тут готовил, я не знаю, кажется, Виталий, я его поставил про вакуум, а система выбросила, похоже, все пропало. Оно ушло давно, оказывается, у меня было это. Кто ли Виталий взял или где. нет, нет, вы меня не поняли, не нужно один и тот же ролик загружать в разные папки, просто вы когда плейлист его ставите, сразу четыре галочки поставили, он у вас в четырех папках будет лежать один и тот же ролик, он будет один, система его не выбросит, вы учиться не хотите найти, хочу порствовать. не надо мы поставили, человек искать специально не будет, а где он найдет, то и найдет, сегодня в папке стоит в одной в одной находит, но кому надо находит, не четыре, только одна. Сергей, там нет, он просто загружает, а по плейлистам уже я распределяю этот ролик, то есть там он в плейлисты не загружает, то есть в плейлисты, он просто в ленту туда, в общее, а уже я распределяю по плейлистам. Вы можете ссылки делать, кто будет заниматься этим, я уже не занимаюсь, я тут едва-едва в упорхе, второй час ночи я уже сижу. Ну, лента-лента, плейлисты плейлистами, поэтому я думаю, что неплохо, что один и тот же вопрос будет в разных плейлистах, потому что мусульманин будет искать мусульмансы и не найдет этого. Никто искать не будет. Будут, ищут, вы почему так людей ниже ищут? Понимаешь, я же не буду спорить с тобой, я сказал, не хочу этого и не надо, вы себя как-то сделаете, никак. Вы тоже раньше противились и сальту и все, пройдет время. Преки, я сказал здесь, не надо это, ну и сразу принял бы им все, зачем спорить-то? Сегодня ты не знаешь так, тебе кажется искать не надо, потому что в одном, который стоит вопрос-то может быть не 5 и 6 упоминается папок, надо одну кого-то избрать и в нее поместить, все. Они живые и действенные. Мне могли его не задать вопросы, не было бы ни одного. Здесь вопросы, которые живые люди задавали. так, вопросы. Так, это, Вячеслав, где же Илья-то, Вяческутов-то совсем нету? Ну да, совсем пока нету. Ну и ладно, пока. Сейчас у меня занятия, как будто бы, ну не вижу, некоторые взяли, но еще, еще нет, 11 человек уже занимаются. Это уже хорошо. Сергей Игнатов, он писал, он начал писать и оказалось, что у него там оборудование все не подходит и ему надо его обновлять. И вот он сейчас этим занимает. Торопится и за ним все, который взял одну, пускай над ней работает. А нет, как все будет и... Я Сергею сказал, тут есть такой разбор выступлений. Вот разбор выступлений это большой материал. Но вы, когда разбираете ответы и пишете, почему я не знаю это, ну Вячеслав тут много знает, и Лена Гладыщук. Думаю, она разбирает такие темы там. Вот, думаю, она теперь тут поднялась. Все, такие вопросы касаются жизни. Так просто теперь ее не собьешь. Мне очень нравится и ответы читать, и очень много информации для себя беру. Спаси Христос. Я просто... Мне только хотелось бы, чтобы Дарюшка там участвовала хоть немножко. И притом... Она сейчас экзамены пройдут и там уже будем... Вот сейчас Евгения-то приходит, у Игоря занятия ведут. Вот теперь уже три занятия. Я их к утру выставлю эти... Ну, как занятия идут. И кого она себе избрала? Поручители. И она, чтобы с ними тут занималась, как там, я не знаю, по интернету или лично. Надо, конечно, лично. может, воскресенье или как. Этот Евгений серьезно занимается. Там буду называть так ролики. Оглашенные проходят подготовку к окрещению. Вот так, примерно, названы будут ролики и дальше номера. Да. Вот сегодня сейчас позвонок один был. Ну, знают, это Ваня, отца я, этого, Павла, сын звонит. Завтра человек один тут, кому-то он то ли пообещал или что, приедет в Барнаул и чтобы мы на вокзал пришли, ему Новый Завет и нужно и к Иссену православию. Я говорю, это абсолютно недопустимо. Этого не было и никогда не будет. Без договоренности он сказал, да, уже? И чтобы на вокзале отдавали, на вокзале. Это я уже знаю, как это все может быть обернуто и может специально подстава там кто-то будет снимать. Сюда пришел, мы зашли, я сам снимаю. Он ко мне пришел, у меня ответ легкий-то. А тут все по-другому выглядит. Никуда, никогда. Когда выписываю, дело другое. У меня документ, запрос, все у меня сохраняется. А так нет. Человек пришел, а я в вокзале не знаю кому. А у меня уже скоро не будет Нового Завета. Кисну православие еще есть, а эти кончаются. А первые стихи кончились. Я на государство один экземпляр только оставил. Там в Испанию послал один экземпляр. Там в Израиль куда? Кончились. Тысяча экземпляров-то. Ну это хотя добавочно было два-две тысячи. Две тысячи это три тома уже считай. Это же не три книги, а шесть тысяч. Один экземпляр тысячи. Почти 900 килограмм. Представь, сколько это было. 900 умножь на два. Вот тебе на два уже 1800, тонна 800, тонна 600. а их три тома, умножь на три. Вот тебе и поймешь, сколько грузовиков было. Только Новый Завет. Так это я взял. Первый был тысяча, потом две. А к истинному православию одна тысяча была, потом три переиздал. для слова Божия нету. Был один, и так он один издал. Денег-то нету. Кто может, я даю свободу. Издавайте. Но издавать, это уже сразу нужно сказать, это не один миллион. У меня готовые, все уже готовые, в корочках лежат четыре тома стихов. Мне очень хотелось издать. Пошел, поговорил, там кажется, за два миллиона. Я попятился, вышел и все. Два миллиона, сколько экземпляров это? Так же, кажется, тысяча экземпляров. Так их четыре тома. На четыре. В каждой 180 страниц цветных фотографий. Наша поездка там. И все уже, какие листы, все сформатировано, в фотошопе работали. Пошел, готовые, только сдать. Ну и нету. Чем больше экземпляров, тем дешевле один экземпляр будет стоить. Разве 180 страниц цветных фотографий? 180? Вы сказали 180 цветных фотографий. Разве 180 страниц? По-моему, да. Вы говорили 64 страницы? В книгах, которые вышли, 64. Я говорю про 4 тома стихов. Значит, там больше, да? Больше в три раза, кажется. Это фотографии, представь, сколько. А там есть на одной странице четыре фотографии, есть по две, а есть по одной. Ну, то есть, тысячи фотографий, все цветные, намелованные бумаги. Книги очень заметные были бы. С круглением корешка. Ну, они у меня стоят в нашем сайте. Эти стихи. Можно взять. Это тоже будет большой. Вот, сейчас считает, ну, я не знаю, кто там считает. Вот, Сергей. И стихи, я как будто первый раз вижу. Пока до конца не досчитает, не могу признать, мой или не мой. Вопросы? Ну, что-то Петр хочет сказать. Игнатий Тихонович. Да, хочу сказать. Давай, Петр. Игнатий Тихонович, а вот сколько стоит это два миллиона издать ваши стихи, как вы говорили? Да, два с чем-то. может, два с чем-то. Я посидел, притом издавать там, которые издают у нас здесь. Она берет заказ, а издают в Горноалтайске. Вот это, ну, кто видел Новый Завет, как издан. Мне из Америки ответили, у нас, говорит, таких книг и не издают. Как они сильно сделаны. Понятно. Игнатий Тихонович, еще один маленький вопрос. Вы так как-то говорили, но так толком мне сказали, сколько стоит комбайн Игорю купить? Я имею в виду поделиться. Надо спросить, ну, я думаю, там... Ну, Там в среднем 5-6 миллионов рублей. Да. О, так это ерунда. Ну, вот так вот. Лучше бы мне ничего не издавать, были бы деньги, и, говорю, помочь купить комбайн. Он кормилец, кормит. Игнатий Тихонович, давайте помолимся. И будет у нас и комбайн, и будет фида комбайна. И будут стихи. Все будет. Я вам обещаю. Ну, не надо обещать. Пацан сказал, пацан сказал, пацан сделал. Как Господь устроит. Я очень хочу разбогатеть. Да. Ну, это такое дело. Тут все зависит действительно. Нашелся такое. Поверил, что так есть. И помог Игорю купить комбайн. А помните, вы вот снимали фильм Игорь, жена, и вы по поводу комбайна. Я его очень хорошо посмотрел. И где-то два или три раза, кажется, пересмотрел. Мне очень понравилось. Вот. Я сказал, что десятину ему будет. И там, если вот я пересчитал примерно, так там хватит на полтора комбайна. Должно хватить. И вам там немножечко будет. Не знаю, я знаю только, что это очень нужно. Я не забываю за вас. Одно. А потом этот руженик, который кормит. Это от земли. И от него это невозможно сделать. Нынче он склад второй построил, это несколько миллионов обошелся ему. Три, кажется, или три с половиной, где-то вот так вот. Это очень все это трудоемно. Ну, мы боремся только. Больше я ничего не могу сделать. Материалы, работа, там все это. Я никак не могу с ним связаться, с Игорем понял. А я сразу скину то, что я выставляю объявление. Каждый день выставляю его объявление. Там все данные. Никакой жулик ничего не может сделать. Не, так, да, ну, извините, перебью. Я могу просто нарваться на жулика. Там в интернете показывали, как это самое разводят. Это вообще обалдеть можно. Ну, не знаю, тогда. еще Ингатий Тихонович. А вот скажите... надо лично. У нас с Украиной есть связь. Вот это Сергей Егорович Игнатов. Он ездит сюда. Из рук в руки. Ну, мне кажется... Ну, надо... Я не знаю... Вы данные дадите, он по электронной там все это перешлет. Ну, он говорит, что видишь, как... Он номер телефона дает, Игорь. Я вижу, что Сережа написал. Ну, так что по телефону? Ну, ладно, ничего. Я все данные сброшу вам. Я понял. Игнать Тихонович, еще вопрос по Библии. Значит, ну, тут как по Библии. Вот смотрите, значит, Адам и Ева, значит, они до того, как вот там вкусили яблоко, ну, яблоко греха, или как правильно назвать, я могу путаться, вы извините меня, там, корректируйте лучше. Вот смотрите, они были бессмертны, а вот когда вкусили, тогда их как бы выгнали из рая, и они стали смертными. смертными, стали как бы, ну, не как бы, а стали размножаться, значит, у них появились дети, да? А как, иначе род бы кончился, раз иначе роды, почему бабки, детки так любят внуков, они с своими детьми, а теперь на пенсии пытаются в детях отобразиться, во внуках. Тут вот объяснение одно Лев Толстой дает. Да, это точно было там такое. Так вот, я хотел спросить, а вот, значит, до того, как они вкусили грех яблока, вот этого, они были бессмертны, и все вокруг их было бессмертно, или там, ну, я имею ввиду, коровы, там, все, звери, птицы, рыбы, все было бессмертно. Во, 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 вот самое интересное, значит, если вкусил, значит, Адам съев яблоко, вот грех этот, значит, вот, от них пошло потомство, ну, это понятно, это люди, значит, а все остальное, ну, вот, все звери, там, все эти, они же не вкушали этого яблока. А не, хозяин, если попал, то виновны всех, распространяется на всех. Почему, говорит, тварь будет освобожена от тления свободу слабых детей Божьих. Когда человек воскреснет, и скотина будет бессмертная снова, никакого расположения ничего не будет. Вот это мне интересно было и услышать от вас. Вы нигде как-то вот так вот говорили, но, видать, я пропустил. по стадии кремлинам, там, одиннадцатая глава. Понятно. Так, ну, счетом, 300 минут, давай, по-моему, или 21. 31, все. Все. Ну, все. Петр, у вас, у вас что, десятина 5 миллионов, что ли? Ну, слышишь, вопрос довольно интересный. Это не здесь надо говорить об этом. Да, я вот только хотел сказать, не здесь, да, это, понимаешь, довольно такой вопрос. Ну, ладно, просто говорил, не думал, по забвению ума, простим его, пошли дальше. Ну, просто, просто меня может не быть, понимаешь, если я очень, ну, меня очень многие знают здесь, и... Так, все, разговор окончен на эту тему, больше никак. Я вам скидываю данные, на этом закончился, я отошел. Все. Молимся. Слава Христу, молимся. Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, Матерь Бога нашего. Ты достойна большей почести, чем Херувимы, по славе своей несравненно выше Серафимов. Ты без нарушения чистоты родила Бога Слово, и как истинную Богородицу мы Тебя огорячаем. Бо славу Божию. Ну, тут что у нас сегодня? Я не знаю, все ли здесь, кого я вижу. Пускай Елена Гладущук помолится. Продолжение следует... Ну, пускай Татьяна. Господи, слава Тебе и благодарность за эти занятия, за эту жизнь, за пищу, за все, что Ты нам даруешь. Господи, за болезни. Мы благодарим Тебя. Прости все согрешения наши. Благослови детей наших. Помоги, чтобы они ходили в истине. Дару им рождение свыше, и чтобы были движены Духом Святым. Господи, Ты видишь и знаешь желание каждого из нас. Помоги нам, кто в чем нуждается. Да будет везде и во всем Твоя святая воля. А Тебе за все слава, хвала и благодарность наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, вы еще здесь? Здесь. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вот у меня 36 роликов тема грех. Так вот как их лучше вам давать? По 12 или 10 и остаток 6? Да, ну сделай 10-10. 10 и остаток 6. По 12 можешь сделать. Хорошо. Хорошо, по 12 будет. Да. По Сын Христос. А ты Виктора спроси, не имеет он желания помочь? Спрошу. На меня тогда выйдет, я ему дам какой-то один пакетик. А, ну с нами было. Ну хорошо, спрошу, Игнатий Тихонович. Да. Ну все, с Богом. Расходимся. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Продолжение следует...